Приветствую всех в школе Джобса. Меня зовут Достон, и мы продолжаем изучать основы английского языка, и это третий урок. Лесон три. Прошлое вы можете посмотреть, нажав сюда или сюда, или перейдя по ссылке в описании к этому видео. Помните, во втором уроке мы склоняли с вами глаголы и узнали то, что глагол в конце вообще как бы не меняется. Но есть одно исключение, и это добавление к глаголу он, она, оно, окончание s. He works at Samsung. Он работает в Samsung. She likes her job. Ей нравится ее работа. It looks nice. Это выглядит нормально. He, she, it has a problem. Глагол have теперь превратился в has. Просто запомните это. Если во всех предложениях в вопросе мы ставили частичку do, то для глаголов он, она, оно, мы будем ставить частичку does. Утверждайте, he lives in the USA. А перед тем задать вопрос, where does he live? Где же он живет? How does it work? Как это работает? It works perfect. Это работает отлично. She likes her job. Ей нравится ее работа. What does she like? Что ей нравится в этом? He has a problem. У него есть проблема. What does he have? Что у него есть? Если у вас в предложении сразу два глагола, то перед вторым будет стоять частичка do. Например, what is important to you? Что для тебя важно? Most important to me is to be healthy. Самое важное для меня – быть здоровым. В русском языке нет такого, но в английском есть. Просто запомните и все. А после вот этих вот глаголов не нужно ставить частичку do. Их называют модальные глаголы. Первый глагол can – мочь, уметь. Вы утверждаете, I can help you – я могу вам помочь. Или отрицаете, ставите частичку not после глагола. I cannot help you – я не могу вам помочь. Задаете вопрос. Если помните с первого урока, то ставите глагол на первое место. Can I help you? Могу ли я вам помочь? Could – мог бы. Обращайтесь или вежливо, или в прошедшем времени. Could you – please call me back in ten minutes. Смогли бы вы мне перезвонить через десять минут? Или you could buy a car. Ты смог бы купить этот автомобиль в прошедшем времени? Should, have to, must – должен. Should – может перевести как следовало бы. You should ask before. Тебе следовало бы спросить об этом раньше. Have to – должен. Тут to заложено изначально, в саму конструкцию. They have to be in time. Они должны быть вовремя. And she has to call a manager. Она должна позвонить менеджеру. Must – обязан. You must do it. You must learn English. Ты должен это сделать. Ты должен вывести английский. Эти глаголы очень часто используются в речи. И вы должны просто вызуборить их. Брать местоимение, глагол и какое-либо слово или действие. И каждый день практиковать их. Серьезно. Это ваше небольшое домашнее задание. Чтобы не пропустить следующий урок, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Пока. Расскажу, как читать книги на любом иностранном языке.